И вот мы приехали сюда, Ломоносово 5, и это Дукани Генадсвали, то есть ресторан-погребок Генадсвали. Дукани, погребок. Я вам показывал в прошлый раз, что то, что бы я хотел покушать, и это не один засест, понимаете, да? Надо было побольше все это делать. Так вот, мы вам потихонечку все это дело продемонстрируем и расскажем о том, что ресторанное меню, которое здесь, во-первых, его нигде нельзя повторить, а во-вторых, насколько это вкусно. Ну, а как вы хотели? Крутое меню в Ленинском районе, а точнее по адресу Ломоносова 5. Я вам сейчас расскажу, что типа соус с отцебели вы кушаете, а вот ткемали-то нет. То есть вы не знаете, что это? Да посмотрите на сюжет, и все поймете. В сюжете блюд будет немного. Супер шашлык от шеф-повара и чахобильни. Опять ничего не понятно. А давайте попробуем. Теперь про меню. Помните, да, мы вам говорили, что меню здесь огромное. И если вы хотите, то меню делается очень легко. Посмотрите, как я вам рассказывал о прошлом сюжете. Сейчас объясню ситуацию. Да, мы работаем по телевидению, и у нас сюжет, 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 сюжет. Но все остальное это в интернете. Поэтому залезьте, вбейте на ютюбе страничке Челейкин, и увидите, что такое здешнее меню. Очень-очень все классно. А сегодняшний день, что мы сегодняшним днем будем кушать? Так вот, сегодняшним днем мы будем кушать мясо. Потому что без мяса невозможна кавказская кухня вообще. И заодно мы выучим грузинский язык. Потому что чакапули это ягненочек. Так вот, что касаемо мяса ягненка. Это мясо я вообще не знаю, как есть. Тут вот вилка, ложка и... Да, вилка, ложка и ножик, да. Дело в чем заключается? Чакапули делается точно так же, как все делалось в горах Грузии. То есть, представляете, вообще ничего не было. То есть, брался ягненочек, закалывался, и через три часа делалась вот такая штучка. Ягненочек мариновался, но мариновался он с травами. И варился в собственном соку. То есть, воды-то там и не было. И вот мне сегодня дали это чакапули попробовать. То есть, берется мясо и затаривается, запыривается. И сачок-то какой! И все это мы будем кушать в кемале. Это сливовый соус, а в социбеле томатный соус. И все это мы будем с чакапули кушать. Берем. И как это все делается? Вот это прелесть! Кстати, если мы говорим о мясе в Дукане Геннцвале, то тут небольшая штучка есть. То есть, мясо готовится парабоя. Знаете? То есть, мне покупается промзобой. Промзобой, конечно, вкусен, но не для всех. Здесь покупается идеальное мясо. Так вот, что касаемо самих чакапули. Я не понимаю. Ну, давайте. Вот так вот сделаем. На. Попробуем. Смотри, как все приготовлено. То есть, ягненок в собственном соку. Но чтобы так было сделано. Ммм. Вкус Грузии. Здесь сациви, без кемали. Это не вкус. Дай, немножко добавляйте. И шо. И шо. И вот она необходимая кистинка. Ммм. Ммм. О, о, о. О, свистало немножко совсем по-другому. То есть, чуть-чуть добавляем. И аромат суперовский. Ну, а нас ждет мега-шашлык. Так вот, мы взяли новое. Из шашлыка от шеф-повара. Дукани Геннадсвали. Конечно, размер большой. Ну, и попробуем, что это такое. Это чуть позже. Ммм. Ммм. Вот. Что такое? Что это за мясо? И с чем мы его будем есть? Настоящий зедозени. Лимонад. Он здесь очень классный, потому что... Его нигде не нету, понимаете? Он только здесь продается. Наливаем. И хотя бы попробуем. Ммм. И аромат. Саперави. Что касаемо мяса. Как мясо готовится? Я мясо готовлю немножко по-другому. Здесь оно мочится. И лука достаточно. Но не только лука достаточно. Здесь еще и соль, и перец. Я, естественно, добавляю туда другие вещи. Вот. Но хотелось бы посмотреть. И добавим небольшой соус сливовый. Кемали. Так. Чтобы добавить немножко так... Кислиночки. Вот. Больше здесь ничего не дается. То есть все, что нужно, это вы можете потом. То есть я вам еще раз объясняю. Если кто-то вам рассказывает, что на блюдо надевается перец, баклажаны, лук и все остальное, это все приятно. Потому что все это быстро станет не совсем нужным и не совсем годным. Вот. Поэтому мясо салится отдельно. А отдельно все остальное получается вкуснятка. Луком вы ничего не испортите. Но для самого аромата... Для самого аромата. Репешечка. А теперь... Какой соус ткемали. Попробуйте. Я попрошу в следующий раз, чтобы соусом ткемали отсюда продавали где-нибудь в магазинах. Обалденная штука. Так. Ну давайте. Давайте. Покушать грузии, не покушать шашлыка, это все-таки неправильно. Потому что шашлык, это все-таки блюдо оттуда. И вот так вот вы покушаете мяско не из промзобоя, а из настоящего мяса. Ну и цена. То есть вы здесь едите нормальное мясо, все вот это блюдо шикарное. И мяско-то супер острое. Так что, господа, кто раньше кушал, рекомендую заехать в Дукани Генесуаре. Поместим в замечательном ткемали. Попробовать настоящий мясо. Я даже не знаю, как это делается. Но классно. То есть оказывается, что и сливовый соус вам подарит много чего. И опять мяско. Так что, господа. Причем в нашем желании, ниже стороны, круче Генесуаре, по-моему, это и нет. И вот так на 42-м году жизни я начал изучать грузинский и турецкий. Причем у моей супруги все получается круче. Но жить-то надо и понимать, что наши бывшие республики, что рядом с нами, определяют наш вкус. А вкус в жизни так же, как и ее соль. И все остальное дают нам право понять, что не только то, что мы вкушаем, это борщи, супы и пюре с разносолами. А то, чем пышется здоровье Грузии, а запыхтеть-то его можно. И место-то такое есть. А место это Ломоносово 5. Ресторан Дукани Генацвали. Дуга вот так вот получается. Третья химия. У меня сегодня третья химия. По сути, есть было бы не хотелось. Потому что, ну, все-то не очень хорошо. Но, тем не менее, это все вот так вот укладывается вот здесь вот. Потому что на третья химия нужна сила. А сила мне выдает ресторан Дукани Генацвали, где вы можете заказать себе все, что хотите. В том числе и небольшую свадебку.